Здравствуйте! Мы продолжаем наш класс, посвященный мировой литературе. В прошлый раз мы говорили с вами о Булгакове, о мастере Маргарите, и, если помните, мы там упомянули Фауста, Гёте, и говорили о том, что Фауст повлиял очень сильно на этот роман. Но не только на мастера Маргариту повлиял этот текст великого Гёте. Можно говорить даже о том, что есть целая фаустянская литература или направление подобного сорта. Мы об этом будем еще говорить. Ясно одно, что Гёте, Фауст, вот эта книга лежит передо мной, эти два тома, потому что у Фауста есть две части. Вот эта первая часть, вот эта вторая часть. Они прекрасно были изданы в начале нулевых. Это «Белая кожа», это издательство «Вита Нова». Они повторили знаменитое издательство конца XIX века, Браггауза и Эфрона. Видите, золотое стеснение. Если говорить честно, если вы хотите, чтобы ваши дети с измольства приобщались к чтению, покупайте им вот такие дорогие книги, ставьте их на полку, чтобы еще, не умея даже разговаривать, они глазом упирались бы в эти названия и в эти имена. Первые буквы пусть прочитают вот эти, а потом, глядишь, они откроют эту книгу и увидят, что она прежде всего богато иллюстрирована. Почему я так подробно об этом говорю? Вот посмотрите, какие иллюстрации. Она вся насыщена этими иллюстрациями, великими граверами столетней давности. Тогда это была целая культура книжного издательства, которая сейчас утрачена. А в Питере в начале нулевых попытались ее восстановить. И, в общем, довольно удачно. Я думаю, где-нибудь в баканистическом магазине эти книги еще можно обрести, поставить на полку, и Гёте придет в ваш дом. Вот в таком красивом одеянии, в таком красивом теле. Я вас уверяю, что и сам Булгаков, когда он жил еще в Киеве, в его богатой семейной библиотеке, Брагауза и Эфрон был, потому что он все время читал и энциклопедию Брагауза и Эфрона, многое брал оттуда для своего мастера-магарита, и издание великих писателей. Была такая у них, у Брагауза и Эфрона, тема «Великие писатели». Туда входил Гёте, естественно, туда входил Шекспир, Байрон, Пушкин и так далее, и так далее. Еще можно в неких букванистических магазинах найти даже эти издания столетней давности. Они, конечно, будут стоить дороже, чем эти, но обогащайте свою библиотеку большими фолиантами. Вы все это делаете для детей. И когда они раскроют эту книгу, то еще до того, как они научатся читать, они познакомятся с сюжетом этого великого произведения по прекрасным картинкам. А так как сейчас дети в основном любят рассматривать картинки, то уводите их от интернет-картинок вот в эти реальные картинки, действительно воплощенные великими художниками-граверами. И пусть они смотрят не какие-то инстаграмы пустых фигур, бессмысленных, а пусть смотрят, извините за такое, может быть, уж совсем популяризацию подобного сорта инстаграмы. И выйдет вот такие вот портреты, лица. А потом, глядишь, захотят узнать, о чем же они говорят там, чему это все посвящено. И так постепенно они войдут в этот текст. Это, в общем-то, методика древних талмудистов, которые брали талмуд, пятикнижи Моисеева, и чтобы приобщить ребенка к чтению, чтобы он был правоверный иудей, они эти страницы талмуда смазывали медом, прекрасно понимая, что младенец воспринимает мир через рот. Знаете, они все в рот тащат. Вот пусть он будет слизывать мед с медом мудрости, а потом он вдруг начнет при излиху насыщаться сладости книжной и вырастет приличным человеком. Это, во всяком случае, хоть какая-то гарантия против той энтропии и того хаоса, который нас окружает. И вот мы говорим сегодня о Гете, мы говорим сегодня о Фаусте. Сразу скажу, что есть книги, которые можно оценить. Ну, во-первых, почему Гете? Я уже говорил вам, и опять отсылка к прошлой лекции, что мы будем сейчас рассматривать четыре великих персонажа, без которых невозможна история мировой литературы. Один из этих великих персонажей, конечно, Фауст Гете. На следующей неделе мы будем говорить с вами о Дон Жуане. Почему Дон Жуан такой великий персонаж? Потом очередь дойдет до Гамлета и до Дон Кихота. И вот Фауст, Дон Жуан, Гамлет и Дон Кихот. И есть четыре великих персонажа мировой литературы. Почему их считают великими? Потому что именно эти персонажи и сюжеты на эти книги стали, если хотите, такими краеугольными камнями будущего повествования. Очень много произведений последующей литературы так или иначе будут ориентироваться на эти четыре персонажа. Так или иначе будут их переосмыслять. Вот я не знаю, многим ли известно, что Евгений Онегин на самом деле ориентирован на Дон Жуана. И там очень много от Дон Жуана. А, например, князь Мышкин ориентирован на Дон Кихота. А есть немало произведений, даже в русской литературе, которые несут за собой «Тень Гамлета». Знаменитый рассказ в сборнике Тургенева «Записки охотника» «Гамлет Щегровского уезда». Ну и так далее. Можем долго. Или вот «Леди Макбет Мценского уезда». Но это, правда, уже не Гамлет, а Макбет. То есть Шекспир в целом. У Лескова и так далее. Вот эти четыре персонажа, Гамлет, Дон Кихот, Дон Жуан и Фауст, они потому и считаются великими персонажами, великими открытиями, что породили после себя огромную плеяду других текстов. И продолжают порождать до современности. Ну, если хотите, вот такой термин примет. И все, наверное, смотрели в начале 90-х эту нашумевшую картину «Матрица». Вот они «Матрица». «Матрица» — это порождающее начало. «Матка», иными словами, в переводе. Вот они и есть «Матрица». Они порождают новые-новые тексты. И бесконечно идет эта цепная реакция. И поэтому, чтобы разобраться в каких-то особенностях художественного мышления, мировой литературы, мы и решили выбрать эти четыре персонажа для начала, пройтись по ним, потом дальше расширять наши знания и так далее. Это будет некая основа, некая структура нашего с вами разговора на ближайшие лекции. И вот Гёте, Фауст. Вот мы с него начали, и не случайно. Почему? Потому что предшествующий разговор наш о «Мастере Мургорите» — очень популярный роман, он, я вижу, вызывает большой интерес. Я знаю, что любая лекция вокруг Патриарших прудов набирает сразу огромное количество слушателей. Там постоянно ходят экскурсоводы, там музей и так далее. Это одно из любимейших мест москвичей, и не только, и гостей столицы. Ну и так далее, и так далее, и так далее. И вот если взять этот один из самых популярных романов XX века «Мастер Мургорита», то мы видим, что там тоже есть Фауст Гёте, и он там присутствует. Я говорил вам об этом в прошлый раз, сейчас возвращаться не буду. А вот давайте теперь посмотрим, какая же матрица породила какие-то смысловые пласты в романе Булгакова. Булгаков не единственный, кто будет ориентировать свое творчество на Фауст. Не единственный. Какие другие? Ну давайте, подождите немного терпения, и за эту лекцию я вам не всех, но многих назову. Чтобы вы ориентировались, что-то для себя запишите. У нас ведь мастер-класс называется «100 великих книг». Вот так и будете расширять сами список «100 великих книг». Можно было бы тупо поступить, сразу прочитать вам этот список, но кому он нужен, этот список мертвый? Давайте-ка будем по этому списку идти медленно, разговаривать о каждой книге и смотреть, как одна книга дает отблеск, отцвет на другие книги. Вот эта книга, которая обязательно входит в «100 великих книг», она потому и великая, что она отсвечивает, если так можно выразиться, в творчестве многих и многих других писателей. И до нее тоже был Фауст. Вот об этом сейчас и поговорим. Продолжение следует...